Один из самых сложных этапов ходули. Здесь важно уметь работать в команде. Нужно не только соорудить из брусьев и веревок устойчивую конструкцию, но и привести одного из участников команды к финишу. Пока два человека перетягивают канат в свою сторону, остальные помогают держать равновесие. В это же время на другой площадке юные механики изобретают велосипед, точнее учатся его правильно разбирать и собирать. В состязаниях приняли участие все звенья юных разведчиков города-курорта, а также казачьи классы пятой школы. По словам организаторов, все станции направлены на укрепление командной работы, исполнение военно-патриотических песен, лыжная эстафета и оказание помощи раненому. Участники блестяще проявили себя и показали высокие результаты. Наша задача создать не индивидуума, а коллективы хорошие, потому что известно, что побеждают не одиночки, а побеждают коллективы. Поэтому мы казаки и в организации юных разведчиков стараемся создавать звеновые такие отделения, звенья, отделения, чтобы они умели самостоятельно выполнять какие-то задания, необходимые для того, чтобы в дальнейшей жизни себя как-то определить, выстоять, преодолеть какие-то трудности совместно. Не так давно юные разведчики Анапы вернулись из похода. Они побывали в казачьем курине Вольница в селе Горькая Балка, где провели практические занятия и игры. Через несколько недель по пути юных скаутов планируют отправиться и анапские кадеты.